Каждый день Татьяна покупает корм для дворовых животных. Кошки-мама и котята испуганно идут на запах еды, хвостатые в замешательстве. Одни люди о них заботятся, другие гоняют. Маленькие, жалко, но они не виноваты, что родились. Три женщины в основном у нас такие, которые против, я не знаю, что они, чем они им мешают. В доме на Титова 46 настоящая война с реальными жертвами. Нетерпящие кошек переворачивают блюдце с водой, отравляют корм на улице, замуровывают подвальные продухи, рассказывают неравнодушные. Недавно один из продухов запенили, но неравнодушный молодой человек, который живет в этом доме, не смог пройти мимо и выбил пену. Так животные хотя бы могли выйти попить и поесть. Они сперва писали, типа, убирайте кошек, мы будем травить, или там они в траве, хотя они были там, их закрыли. А сейчас они стали понежнее вот это писать. Мы начнем травить. Пожалуйста, уберите своих кошек. Анастасия не так давно отстаивает кошачье право на жизнь. Случайно узнала, что в ее родном дворе специально закрывают входы в подвалы с кошками внутри. Девушка не признает такого зверства и не понимает, чем коты мешают некоторым жить. Подходили два мужчина, не туда все заливали, да, как там травить тараканов, всяких, блох или еще. Просто подошли, открыли, пшик-пшик, пшик-пшик, все, котята умерли. Наших девочек почему-то травят постоянно. Муськи у нас две штучки. Вообще животных очень люблю. И раньше как-то это относился параллельно, а теперь очень же люблю. Мы даже создали вот группу, у нас шесть человек, вот мы все скинулись на стерилизацию, но не смогли поймать ее. Девушка обратилась в полицию. В итоге ей обозначили время для отлова котов в темном подвале. Инициатива настигла инициатора. А между тем эксперты объясняют, такой метод борьбы, как замуровывание зверей в подвале, не только жесток, но и незаконен с коммунальной точки зрения. Как минимум один продукт должен оставаться открытым. Есть разъяснение, письмо с разъяснениями Минстроя, где говорится о том, каким образом необходимо вести себя управляющей компанией, чтобы с одной стороны соблюсти температурно-влажностный режим, с другой стороны гуманно относиться к животным, которые так или иначе уже попали в подвал. И ответственность за это может дойти вплоть до уголовной. Сейчас девушка готовит запросы в контролирующие органы, а пока следит за соседями и пересчитывает животных и собирает деньги на стерилизацию кошек. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком.